Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 июня и вот мои томаты как раз уже два месяца как высажены в теплицу. То есть они уже и цветут вовсю, и плоды созрели, и некоторые начинают уже буреть. И сейчас та самая пора, когда очень высок риск возникновения заболевания. Это заболевание кладоспориоз, которое у нас в народе просто мы называем бурая пятнистость. Я вот после этого видео или перед этим выложу видео, которое я снимала еще полмесяца назад. Ну просто не успела по техническим причинам выложить, не хватило времени. Ой, я вспотела все. Где я говорю, что при каждой обрезке листьев, при каждом поливе, что бы я ни делала в теплице, я обязательно провожу медосмотр. То есть листья, смотрю и нижнюю сторону, и вообще внешний вид листьев осматриваю, потому что листья это индикатор здоровья растений, и огурцов, и томатов, и все. При малейшем появлении каких-то пятен вы должны быть уже встревожены. Значит, это однозначно какое-то заболевание. Если на улице я говорила, желтые пятна у меня появились от града, град побил, то здесь никакого града нет, и какое бы пятно ни появились на томате, пятна, это заболевание 100%. Но у меня, слава богу, еще нет никаких пятен. Я вам уже показывала, что листья все зелененькие, все здоровые. Единственное, что они от жары бывают вот так скукоживаются, и бывает, и крутят немного листики. Но утром захожу по холодку, все здесь нормально. Но сейчас я буду говорить о тех, у кого уже, возможно, надо бить тревогу, потому что кладоспориоз, он обычно появляется у нас в теплицах. Он есть, конечно, и на улице, но в теплицах у них самые благоприятные условия, вот здесь вот создаются, потому что кладоспориоз, когда у нас возникает, когда повышенная влажность и когда высокая температура. Все это здесь есть. Что мы должны знать? Чем отличается кладоспориоз от фитофтороза? Отличия у них есть, хотя они очень похожи. Оба коварные заболевания. И когда я в прошлый раз рассказывала первые признаки, как понять, что это фитофтора, я назвала ее бурая гниль. И мне написали комментарий, что свалили все в одну кучу. Бурая гниль это совсем другое. Человек имел в виду, что я ошиблась и про бурую пятнистость. Нет, вот в том-то у нас и некоторые путаются. Бурая гниль это народное такое второе название фитофторы, потому что при нем гниют именно томаты, самые плоды. А бурая пятнистость это народное такое название кладоспориоза. При нем поражаются листики. И это самое-самое главное отличие. Если вы видите, что у вас темнеют зеленые томатики, это значит фитофтора. Если вы видите, что пятна только на листьях, но томаты не чернеют, при кладоспориозе, при бурой пятнистости, томаты не повреждаются, оно страшно другим. Повреждаются листья. Вот эти пятна увеличиваются, увеличиваются. Листья сначала желтеют, потом чернеют, засыхают. Прекращается фотосинтез. Питание к плодам перестает поступать. Плоды перестают расти и даже прекращаются завязи. Растение страдает из-за того, что погибают листья. И хотя на плодах вы не увидите ни черных пятен, ни бурых, ни черных, никаких гнили, оно действует по-другому. Оно просто убавит ваш урожай наполовину. Если начнется рано, то может вообще вы останетесь без урожая. Вот самое главное отличие в том, что фитофтора поражает зеленые плоды, вот незрелые, а бурая пятнистость, кладоспориоз, оно работает по листьям. У них как разделение такое. Но что от этого, что от этого идет очень большой вред. И теперь в чем они схожи? Почему мы их иногда путаем? Они схожи тем, что заболевание всегда появляется с нижних листьев растений. И вот когда мы обрезаем нижние листья, я про это говорю каждый год, обязательно осматривайте их, переворачивайте тыльную сторону. Смотрите. Вот кладоспориоз появляется так. Начинаются светлые такие пятнышки на листиках. И возможно еще ничего и нет. Вот на этом этапе нужно сразу обрабатывать растения. Про меры профилактики я скажу. Ой, здесь баня. Самое время для кладоспориоза. И вот светлые пятнышки появляются. Если вы в это время не заметите и немного упустите, через какое-то время она дальше будет продвигаться по растению, а те нижние, на которых были желтые пятнышки, если вы перевернете, там будут лохматые пятна, такие бурые. Ну, они разного цвета. Могут быть серые, могут быть коричневые. И вот этим схожи они с фитофторой. Многие люди путают. Или это фитофтора, или это кладоспориоз. Я вас уверяю, тут разницы большой нет, потому что все меры профилактики и все меры борьбы одинаковые. Что у вас фитофтора, что у вас кладоспориоз, все это одно и то же. Такие же меры профилактики. Нужно проветривать. Нужно убирать нижние листья. Нужно, чтобы не соприкасалось все это с землей. Нужно обрабатывать, начинать, например, с легких биопрепаратами, такими как фитоспорин. В прошлом году я обрабатывала аллерин и камаир, и бактофит, и триходерма. Все то же самое, что говорила я про фитофтору, так как это тоже гриппное заболевание, и методы лечения у нас одни и те же. И снова повторю, как только эти вот меры профилактики, мы начинаем прям сразу после высадки. Как высадили и начали. Две недели опрыскали, еще две недели опрыскали. Если увидели первые пятнышки, или первые такие, ну, явно что-то не то. Ясно, что растение болеет. Сразу начинайте, ну, это просто мой совет, по моему опыту, что уже не надо тогда биопрепаратами время зря упускать. Сразу начинайте обрабатывать более сильными препаратами. Ну, это то же самое, хлорокий с меди, и бордовская смесь, и ордам. Короче, все те же препараты, которые мы берем при борьбе с фитофторой, все они подойдут и при борьбе с кладоспариозом. Но тут со сборой пятнистостью, тут самое главное не допустить, потому что оно очень коварно тем, что долго сохраняется в грунте. Она ни промораживания не боится, она не боится никаких вот этих мер воздействия. И тут все те же правила работают, как с фитофторой. Обязательно удалять остатки. А, про листья. Как только появились пятна на листьях, сразу обрезаете все эти больные листья, удаляете. Они все равно погибнут. Ни в коем случае не оставляйте на своем участке. Я все выношу вот на улицу, мы там у нас въезд в гараж, все там укладываю. Ой, дотерплю или не до конца видео, вся облилась потом. Все это или сжигать, или куда-то выбрасывать. Я иногда просто в полиэтиленовый пакет складываю и в мусорку, вот который контейнер приезжает за мусором, туда складываю. Подальше от дома, подальше от теплицы. Не дай бог что-то останется в огороде, она может и там. Вот эти споры, они очень живучие. Они могут прилететь у вас откуда-то с другого участка. Ветер подул, все. Поэтому профилактика очень важна. Особенно следите за нижними листьями. Самое такое благоприятное условие, я уже говорила, высокая влажность и высокая температура. Поэтому очень важно все вот это проветривание, чтобы двери были открыты. Притенение, чтобы понижать немного температуру, чтобы не было вот этого двух факторов. И высокая температура, и высокая влажность. Как только у вас будет сильно много влаги и будет сильно жарко, ждите кладоспориоза. Кладоспориоз очень часто бывает, почти у всех. Вот у меня, я сейчас опять, к сожалению, не смогу вам показать листик с кладоспориозом, потому что у меня его нет. Но возможно в конце, ну как, в конце лета или осени он все-таки будет. И я сниму, покажу вам этот лист. Ничем не отличается в фазе начальной листа от фитофторы. Поэтому вы даже не задумывайтесь, не гадайте, что это за заболевание, это фитофтора, это кладоспориоз ли. Нам никакой разницы нет. Одинаково коварные, одинаково опасные, одинаково несут ущерб, наносят ущерб растению, одинаково отнимают у нас урожай, и одинаково мы с ними боремся. Сначала биопрепараты, когда нет тревоги, когда есть, ну как, повод волноваться, сразу фунгицидами химического производства, все. В чем опасность-то вот этого заболевания? Вроде бы, ну листья и листья, мы и так, и так их обрезаем. Но дело в том, что как только вы первый лист поврежденный найдете, примерно через месяц, когда оно полезет, дальше оно новое, новое, новое будет листья, вы-то обрезаете умеренно, в щадящем режиме. Оно сожрет все эти листья, и растение останется абсолютно, не важно, что там корневая система, будет у вас там питательный грунт, будете вы подкармливать листьев, нет, все эти питательные вещества не перерабатываются, и не посылаются плодам. Все, ничего не будет. Будет вот этот один стержень, останется, все. Потом, вот эти вот, например, хом, хлорокис, меди, и это, бордосская смесь, если вы упустили, ну не было время приезжать, или приехали, уже там все у вас развелось, обрабатывайте прямо через 7 дней, обработали через неделю еще раз, через неделю еще раз, вот возможно 3 обработки, и тогда, может быть, вы убьете этот складоспариоз. Все, я заканчиваю, тут невозможно, тут точно складоспариоз должен начаться, потому что вообще ужасно жарко. Это заболевание, оно опасно еще тем, что оно, если нынче будет, то на будущий год наверняка на 100% где-нибудь останется, и где-нибудь, поэтому очень важны осенние обработки теплицы, весенние обработки, прям не каким-то там фитоспорином, а элементным купоросом, или чем-то вот таким, и стены обрабатывать, и грунт проливать, чтобы обрезать вот эту вот цепочку. Обычно у некоторых оно из года в год, из года в год, вот тянется, тянется, тянется. Я еще раз говорю, что никаким промерзанием оно не убивается, надо только убивать вот фунгицидами, химическими и очень жесткими. Все, пошла я, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok